Чемпионат мира по футболу стартует в это воскресенье в Катаре. Там сейчас завершают последние приготовления к спортивному событию. Увеличено количество международных рейсов, запускают дополнительные поезда метро. А так и специалисты предупреждают, что спортсменов могут подвести погодные условия. Подробнее в следующем материале. Катар на старте. Два аэропорта Дохи будут ежедневно принимать больше 900 рейсов. Причем национальный перевозчик уже готовится к возможному росту пассажиропотока по мере продвижения чемпионата. Он, напомню, будет длиться месяц. Ожидается, что Кубок мира привлечет в страну больше миллиона 200 тысяч иностранных болельщиков. У нас также есть большое количество самолетов в резерве. Потому что во вторую неделю турнира, когда приблизятся полуфинал и финал, будет огромный спрос со стороны стран, которые выигрывают. Поэтому мы должны быть готовы открыть дополнительные рейсы по этим направлениям. В полной готовности и местное метро. Ожидается, что большая часть людей будет использовать именно этот вид транспорта, чтобы добраться к месту событий. К слову, вместо обычных 75 поездов в дни чемпионата запустят 110. Они будут работать 21 час в сутки. В духу начали прибывать спортсмены. Уже прилетела аргентинская сборная во главе с действующим капитаном Лионелем Месси. Команда приведет первую игру во вторник. Ее соперник – сборная Саудовской Аравии. Также в Катар уже прилетели спортсмены из Испании, Германии, Франции и других стран. Саудовская Аравия. Кондиционеры. Проблема в том, что жара в Катаре не будет спадать к вечеру. Так и будет около 30 градусов. Поэтому перенос события на более позднее время не решит проблему. На самом деле единственный вариант в этом сценарии – уменьшить количество упражнений, которые делают спортсмены. Это может принести пользу футбольным командам из жарких стран, потому что они уже научились играть при таких условиях. Тем временем в преддверии футбольного турнира в Дохе состоялось открытие скульптуры, созданной из экологически чистых материалов. Футбольные ворота, как и глобус, сделаны из переработанной нержавеющей стали. Фигура воплощает в себе идею единения и защиты окружающей среды, а также символизирует момент перед началом матча. Фондю любит вас!